Пожалуй, из-за большого количества странных видеоблогеров на ютубе половое воздержание приравнивают к сектанству, либо же к неудачникам, да, к людям, которые не смогли самореализоваться в этом мире и хоть как-то вот пытаются что-то для себя придумать, да, чтобы просто не убиться. И на самом деле я пришел сюда развеять этот миф и сказать, что нужно к этому относиться правильно, потому что очень много неокрепших умов, и они смотрят человека, который очень яростно об этом говорит, что нужно делать вот из воздержания какую-то идеологию, какую-то религию, да, что все остальные вокруг это враги. На самом деле это просто фундамент, дополнительная энергия и возврат в твоей психике, да, к базовым настройкам. Ты просто улучшаешь вкус этой жизни, да, получаешь удовольствие от мелочей, у тебя есть дополнительная энергия, ты более общительный становишься. Я, в принципе, все эти плюсы говорил на своем канале, можете их посмотреть, если вам интересно. Но что касается вот именно агрессивного сектанства, поначалу я тоже, понимаете, когда у меня не было опыта, я смотрел какого-то блогера, да, я впитывал вот его программу, то, что он говорит, и типа думал, что действительно все так, и весь мир для меня, знаете, как будто бы против меня получался. Типа все неправы, один я прав. И крышу сносят так. То есть никогда не относись к никому на полном серьезе. Даже ко мне. Вот я тебе что-то говорю, да, агрессивно, и в основном я пытаюсь дать совет, а некоторые люди, наоборот, еще больше волнуются, нервничают. Типа, блин, я, оказывается, такие вот вещи не соблюдаю, я не сплю по режиму, я там не занимаюсь спортом, я говно. Не загоняйся, чувак. У каждого разный организм, у каждого разная генетика. Я вообще объясню, что у человека, да, к разным видам зависимости предрасположенность идет от генетического плана, да, то есть от родителей у вас идет повышенная, допустим, тревожность, да, и у вас высокая потребность дофамина. И вы этот дофамин получаете путем контента, не самого хорошего, алкоголя и наркотиков. Это, в принципе, уже отдельная тема. Что же касается сектанства, да, я повторюсь, что относитесь к этому как фундамент, который вам дает дополнительную энергию для самореализации. И не делайте из этого культ, потому что люди вот считают дни, да, удачное воздержание, вернее, правильное воздержание, это когда ты не считаешь дни, понимаешь? Когда ты считаешь дни, ты усиливаешь, наоборот, свою привязанность к своим привычкам, да. Когда ты считаешь дни, когда ты отказался от курения, от алкоголя, ты просто, знаешь, типа, тешишь свое эго, что вот я продержался столько-то, я крутой, я молодец. Когда ты не считаешь дни, ты думаешь, что ты что-то теряешь, да. Наоборот, ты приобретаешь, потому что когда ты радуешься, вот то, что ты смог, ты отдаешь свою победу эту, да, вот свои вот достижения, своей гордыни. И срыв, добро пожаловать обратно на дно. Поэтому, чувак, начал воздерживаться. Забудь, то есть ты не считай дни, переключи свое полностью внимание, смотри видосы на эту тему только для того, чтобы понять, как использовать, да, эту наработанную энергию, куда ее направлять, какие ошибки не совершать, чтобы просто получить опыт и дополнительную информацию, понимаешь? Используй блогера вот в таком вот русле. и бери только то, что тебе нужно, да. Возможно, что-то я вот тебе говорю, а это тебе не подходит, а что-то другое, допустим, подойдет. Вот, в принципе, такое вот короткое видео получилось. С вами был я и моя кошка Барни. Если вам было это видео полезно, можете поставить лайк и подписаться, если еще не подписаны. Всем удачи, хорошего дня.